Друзья, всем добрый день! Вы на канале Автоинструктор Минский. Меня зовут Дмитрий. В сегодняшнем видеоролике я отвечу на вопрос моей подписчицы. Как ориентиры использовать для того, чтобы правильно заехать в гараж под углом 45 градусов. Это самый часто используемый способ заезда в жизни. Чаще всего и я на своих уроках вождения больше внимания уделяю именно этому способу. И похожие подобные ролики я уже снимал, но канал мой растет, подписчиков становится больше. И не все ребята просто смотрят старые ролики. Поэтому сегодня по порядку я напомню вам основные ориентиры и основные моменты для того, чтобы правильно заехать. Значит, во-первых, обращаю ваше внимание, ребята, на то, что для того, чтобы заехать, мы всегда должны с вами двигаться по возможности ближе к тем машинам, которые у нас стоят. То есть, если вот это наше парковочное место, то двигаясь рядом с соседними машинами, вот это вот расстояние, это называется боковой интервал, он должен быть в районе полуметра. То есть, если у вас получается это сделать, вы чувствуете правый габарит и не боитесь, тогда, пожалуйста, сохраняйте именно такое расстояние. Значит, двигаясь и выбрав глазами свое место, что мы делаем первым делом? Мы зеркалом нашего автомобиля равняемся по углу, который будем объезжать, по углу стоящей машины. Еще иногда я рассказываю, что можно поравняться средней стоечкой машины по серединке вашего парковочного места. То есть, по серединке вот этого места. То есть, можно выбрать вот так. Либо, еще раз повторю, как условия зеркала вашей машины по углу сбоку стоящей. Опять же, то есть, не всегда у многих получается с первого раза встать. Не доехали 10 сантиметров, либо переехали 10 сантиметров. В этом нет ничего страшного. То есть, мы не вымеряем четко-четко под линеечку. То есть, это условный ориентир. То есть, конечно, в дальнейшем лучше всего вам учиться визуализировать и визуально понимать ту траекторию, по которой вам надо стать. Значит, ну, здесь у меня места широковатые. Немножко можно сделать вот так, да? Предположим. Значит, после этого мы закручиваем с вами руль до упора. Ну, в данной ситуации влево. Смотрим, чтобы здесь не было у нас с вами попутных автомобилей, если есть такая возможность. И едем вперед под угол 45 градусов. Значит, что мы с вами должны увидеть? В левом зеркале автомобиля мы увидим вот эту вот фару. Крайнюю левую. То есть, ее начало. У меня часто вот спрашивают тоже, задавали вопрос. Две фары я должна увидеть, либо одну. Ребят, в такой ситуации под 45 вы должны увидеть одну фарку. Одну фарку. То есть, соответственно, с этой стороны это будет левая. Если машинка станет вот так, то это с этой стороны будет вот эта вот правая фара. Вот. Увидели. При этом вы можете проконтролировать ситуацию и в правом зеркале. То есть, проведя по борту вашей машины условно линию, вы увидите вот здесь расстояние. Расстояние приблизительно, ну, сантиметров где-то 40. То есть, 40 это вот столько. Может быть чуть-чуть больше. Иногда может быть чуть меньше. Я чуть позже расскажу. Вот. Остановились в такой ситуации и перекручиваем руль вправо. Если мы с вами выбрали правильный боковой интервал, стали под хорошим углом, у нас с вами широкое хорошее место, то в такой ситуации ваша машина с этим рулем должна заехать вот так вот самостоятельно. То есть, просто контролируя по сторонам левую и правую сторону, она должна сюда встать. Но есть некоторые нюансы, которые вы обязаны понимать. То есть, представьте, я ехал с боковым интервалом 50 сантиметров, встал как положено, закрутил руль под 45. Все соблел правильно. И в данной ситуации до парковочного места у меня практически расстояние вот этого не осталось. То есть, я выкручу руль вправо и начну сразу объезжать вот этот угол. То есть, контролируя в правом зеркале, когда увидел, что правый прошел, контролирую левую сторону. То есть, потому что правая сторона у меня поворачивается первая. То есть, правая, левая, правая, левая. То есть, и посматриваю, чтобы расстояния были одинаковые и они не уменьшались. Но представим ситуацию. Здесь я подотру. Представим ситуацию. Что мы с вами плохо чувствуем наш боковой интервал. И у нас с вами здесь не полметра расстояния, а целых полтора. Что получается? Вы подъезжаете, становитесь. Вроде бы все соблюли. Закрутили руль. Начинаете ехать. Ваша машина уходит под 45 градусов. Вы смотрите в зеркало, видите угол. Но видите, как поменялось ваше расстояние. То есть, было здесь вот столько, полметра, да? А стало целых полтора. И в данной ситуации вы должны понимать, что если вы закрутите руль вправо, машина начнет поворачиваться ваша. Она начнет поворачиваться. Но в какой-то определенный момент вот это расстояние начнет уменьшаться. Вот этот момент вы должны понимать. То есть, когда вы можете перекрутить руль сразу, когда расстояние начнет вот это уменьшаться, необходимо поставить колеса прямо. И с тем расстоянием, которое вас устраивает, которое осталось, ну, опять же, тех же 40 сантиметров, да? Необходимо зад вашего автомобиля подать начало заезда. То есть, проехать вот так. После этого докрутить вправо, если все окей. И машинка ваша поравняется. И после этого поставить ровно и только потом заехать. То есть, вот это очень важный момент, который вы должны понимать. Какое расстояние должно быть? Какое расстояние должно быть? Например, вот поставили вы широкое... То есть, ехали широкое расстояние, стали вы широко. Значит, я бы вообще в этой ситуации не перекручивал бы сразу руль вправо. То есть, а видя такую ситуацию, я приблизительно понимаю, что у меня вот здесь есть еще достаточное количество места, которое мне надо проехать. Отсюда я бы поставил прямо колеса. И просто проехал бы с этим расстоянием в начало заезда. Значит, когда я стою вот так, в правом зеркале, я провожу мысленно траекторию и вижу вот это расстояние. То есть, я вижу вот эту вот левую фарку. Соответственно, в этом зеркале, раз я далеко ушел, я могу видеть не только вот эту левую фарку, а я могу видеть практически весь свой автомобильчик. То есть, видите, если я проведу мысленно траекторию, то я вижу весь свой автомобиль. Хотя, если, например, мы поставим вот в этой ситуации, вот в этой ситуации, если я проведу мысленно траекторию, то я вижу только одну фарку. То есть, вот таким образом, вот таким образом, мы можем с вами ориентироваться при заезде в этот гараж. Значит, еще один очень важный момент. Значит, про то, что вы ехали с хорошим боковым интервалом, встали под 45, перекрутили руль вправо в данной ситуации, и ваша машинка сразу сюда зашла. Это первое условие. Мы это назовем магией. То есть, это ваш идеальный заезд. Да, такое может случаться, но это будет случаться в двух из десяти случаях. Второе, то, о чем я вам показал, то есть, у вас так у всех чаще и бывает. Вы не чувствуете правый габарит автомобиля, берете здесь расстояние больше, становитесь, уезжаете сюда. Вы должны всегда понимать, как ваша машина прижимается к этой машине. То есть, должны понимать, как сокращается вот это расстояние. То есть, чтобы не получилось так, что где-то на этом этапе наша машина с вами едет уже в этот автомобиль. Тогда придется вилять попой и пытаться перекрутить руль и выровнять ее вот так. То есть, это тоже очень важный момент, который вы должны понимать. И третий вариант, назовем его третий вариант развития событий. Бывает такое, что парковочное место достаточно узкое и у вас просто не, скажем так, не получилось встать под угол 45 градусов. Вы подъехали, встали. Дальше ехать, например, некуда. Вы перекручиваете руль вправо, перекручиваете вправо и ваш автомобиль, видите, какое расстояние большое, то есть, не в парковочное место едет, а в этот автомобиль. Это третий вариант развития событий. Если возникает такая ситуация, я уже рассказывал, мы должны поставить с вами колеса прямо и просто отъехать метр напрямую. После этого опять выкрутить колеса вправо, но я показываю с одной стороны, и сделать, чтобы она зашла ровно. Видите, что получается? После этого ставим колеса прямо и заезжаем. То есть, вот таким образом. Заезжая в эту парковку, вы должны понимать, что у вас может быть три варианта развития событий. То есть, вы заехали сразу, вы встали далеко, прижимаетесь с правой стороны. Это я называю прижимаетесь. И третий вариант, то, что я показывал, это называется наезжаю. То есть, когда наезжаю, я отъезжаю на прямых колесах. Когда прижимаюсь, я ставлю прямо колеса и проезжаю внутрь. В начало заезда. Тоже очень важный момент, который стоит не путать. Потому что, если глубоко въедем, потом с левой стороны не получится. Что я могу сказать? Стоит пробовать. Оно рано или поздно обязательно получится. Надо практиковать. Потому что, если вы будете увиливать от таких парковок, а просто приезжать и становиться там, например, в парковочное место сюда передним ходом. Но, если вы не будете пробовать, у вас никогда не получится. Поэтому, пожалуйста, смотрите ролики, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, которые не ясны. И я хотя бы на доске буду стараться разбирать какие-то подобные ситуации и что-то вам рекомендовать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос, если вы меня смотрите. И всем пока-пока. До новых встреч.